И патриарх Кирилл сказал, что платить церкви десятину – это национальная традиция России, так что обратите внимание, намек такой хороший, будут теперь, наверное, проводить закон, чтобы десятину у всех отбирать. Представляете, я против, десятина, я за 50%, но только с церквей, в доход местного самоправления, 50% с церквей надо брать, это 100%. Так, и еще, видите, до этого он что-то в последнее время выдает столько на гора, патриарх Кирилл сказал, что чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку, невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь, нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа. А там, где нет РПЦ, там духа нет, что ли? Это как человечьим духом или русским духом пахнет, да? Представляете, вот, то есть, ну, софист натуральный, демагог. Дух, дух, дух высокий будет, блядь. Че, че, там столько денег-то украли, а дух будет от этого высокий. Какой дух? Откуда этот дух? Из жопы откуда этот дух-то? Какой дух-то, блядь? Их, и артист, да, вообще ужас какой-то. Слушают там, причем люди даже и не глупые, вот это вот слушают, это чудо. К нам обращаются с просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства вселенского православия, а самое главное – сохранение духовной независимости русской православной церкви от всех этих центров мирового влияния. Поверьте, это непростая задача. У церкви нет ни армии, у церкви нет даже достаточного количества материальных средств, чтобы внешними материальными силами и средствами создавать вот эту духовную оборону. Духовная оборона создается, оказывается, материальными средствами. Вот Иисус-то, он почему не рассказал-то об этом? Да, надо спасителю рассказать. Слышь, сказать, ты че, как же ты церковь-то создал без денег? Деньги, спаситель, да? А вот тут нормальный чувак духовную оборону за бабки делает, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. То есть Иисусу для новой веры не нужны были деньги, а этому крендели нужны для того, чтобы духовную оборону создавать. От кого он все обороняется? От чертей, что ли? Так они внутри него. Да, и понимаете, потрясающая ситуация. Они очень любят про деньги говорить. А что такое деньги в христианстве? Ну, это символ предательства, да? Торговцев из храма. Иисус выгонял 30 тетра-драхм, да? Определенный товарищ получил. Помните, когда он говорил, не можете служить Богу и Мамоне, да? Одновременно. Ну, вот Гундяев, видите, как хорошо служит и Богу, и Мамоне. Одновременно. Пишет, этот парень служит Антихристу. Мамоне он служит, я не знаю насчет Антихриста точно. Так что вот меня спрашивают, если я буду представлять высшую власть, какое будет направление? Направление будет свободу совести. Церковь отделена от государства. И покуда я буду находиться в государственной власти, я все время нахождения в государственной власти буду атеистом. Абсолютным атеистом. Абсолютнейшим. Никаких церквей на духа не подпустит. Ни одной. Никакой. То есть отправляйте свои культовые действия, никто мешать не будет. Ну, и вы никому не мешаете. Платите местному самоуправлению копеечку за то, что находитесь на территории, и там занимаетесь таким бизнесом. И все. Я думаю, это справедливо. И никаких не будет там тоталитарных сект. То есть я имею в виду с точки зрения вот этих их списков. Да, что вот эти вот правильно молятся, а эти неправильно молятся. Молитесь, как хотите. Это ваше дело. Никто беспокоить не будет. И вот в Госдуме призвали узаконить понятие традиционных ценностей религии. То есть вы понимаете, куда это катится. Сейчас будет традиционные ценности, отсутствие, да, и идеология либеральная себя исчерпала. Нужна новая конституция, в которой там будут традиционные религии описаны. И там все эти попы везде, блядь. Ну, в общем, понятно, куда они все это тащат, всех нас. А вот телеканал Спас объявил о запуске реалити-шоу в монастыре. Можете себе представить. То есть это Дом-2, причем реалити-шоу в монастыре на Селигере. То есть Дом-2, Селигер и монастырь, и все в одном флаконе. Вот такая прелесть. То есть они уже дошли до такой крайности, что, я не знаю, Мне вот кто-то рассказал несколько лет назад, я подумал, что это очень смешно, весело. А оказывается, так оно и есть.